В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. С программы переселения из ветхого и аварийного жилья ознакомился Андрей Чибис. Рязань отмечает день рождения, какие подарки получил город к годовщине. И побывать в Сирии предложили рязанцам в областном художественном музее. В пятницу замминистра строительства ЖКХ Андрей Чибис осмотрел многоквартирные дома, которые в этом году приводят в порядок по программе капитального ремонта. Также он ознакомился с реализацией программы расселения из ветхого и аварийного жилья. За пять лет из аварийных домов в области расселено 6,5 тысяч человек. Все ключевые задачи связаны с расселением аварийного жилищного фонда, с модернизацией коммунальной инфраструктуры, с проведением капитального ремонта. Эти задачи с новой энергией выполняются четко. Понятно, что всегда есть определенные сложности. Но новый виток посвящен модернизации коммунальной инфраструктуры. Поделиться опытом управления смогли представители власти российских городов. Встреча прошла в пятницу на площадке в Рязани. Липецк, Саранск, Тамбов, Владимир, Калуга. Соседи встретились, чтобы еще и поздравить Рязань с Днем города. О чем говорили чиновники, знает Ирина Ковалева. Этот формат встречи был выбран не случайно. Ведь речь пойдет не просто о партнерстве, а о добрососедских отношениях. Жители наших городов волнуют одни и те же проблемы. Мы решаем практически одни и те же задачи. Поэтому все то, с чего мы будем сегодня обсуждать, мне кажется, это будет полезно для нас, для всех. Порой мы, решая проблемы, мучаемся, изобретаем, рассматриваем различные варианты решения этих проблем. Потом посмотришь на практику и посмотришь на наших соседей. Оказывается, они уже это все решили, уже все это сделали. Просто бери и реализовывай себя. Олег Булеков отметил, что развивая отношения с городами-побратимами из других стран, мы почему-то забываем о соседях, у которых нам также есть чему поучиться. Гостями брифинга стали представители нескольких городов. В их числе Владимир, Липецк, Тамбов, Саранск, Калуга и Магаз. В большинстве из них то, о чем сегодня только задумываются власти нашего города, уже реализовано. Так, например, Магаз сегодня активно внедряет передовые технологии, аналогов которым нет даже за рубежом. Саранск славится своими дорогами, что, по словам заместителя главы администрации Алексея Егорычева, напрямую зависит от качества уборки снега зимой. Своим опытом поделился и город-музей Владимир, в котором заработал информационный портал «Владимир – это мы», направленный на улучшение качества взаимодействия органов муниципальной власти с населением. Что он из себя представляет? Это обращение жителей, анонимное обращение жителей. Анонимность дает возможность устранить барьеры при заполнении всех персональных данных. Тем не менее, это официально зарегистрированное обращение гражданина, который отрабатывается в минимальные сроки. Это регламент 14 дней. Вопросы городского хозяйства гражданин может обозначить проблему, осуществить контроль. Например, идут дорожные работы, житель может сказать, а вот при строительстве таких-то упущено то-то. То есть, это живая линия населения и органов власти. В ходе круглого стола участники встречи делились бесценным опытом посредством подготовленных презентаций. Несомненно, гостей заинтересовал и опыт Рязани. Кто-то из них уже бывал в нашем городе, а кто-то, например, мэр Магаса Беслан Цычоев, приехал сюда впервые. Я, наверное, даже и не думал, и не догадывался о том, что попаду в такой прекрасный город. И должен сразу отметить тот факт, что это не дежурные слова, которые приняты. Когда приезжаешь в гости, и приняты красивые слова, что ты попал в самый лучший город и так далее. Поверьте, я искренне от души говорю, что я действительно, действительно очень сильно впечатлен. Все участники встречи поздравили рязанцев с Днем города и сошлись во мнении, подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Ну а итогом встречи стало подписание соглашения о дальнейшем социально-экономическом сотрудничестве, к которому в скором времени должны присоединиться Нижний Новгород, Пенза и Тула. Рязань начинает праздновать День города. Торжества продлятся три дня. Запланировано более полусотни мероприятий. Торжественный прием в честь 922-й годовщины сегодня состоялся в Театре драмы. Анна Герцовская продолжит. В Рязанском драматическом театре состоялся торжественный прием в честь 922-й годовщины основания города Рязани. На нем собрались представители власти, общественности, бизнесмены, ветераны и многие другие. В ходе мероприятия граждане, которые внесли большой вклад в развитие города, были удостоены высоких наград – званий почетного гражданина Рязани. Среди них оказались бизнесмены, ветераны и представители ТОСов. В адрес гостей звучали поздравления, в том числе и от временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. История – это прекрасно, это наше достояние. Но я уверен, что впереди у нас еще более красивая история. У нас очень много талантливых людей, которые, я думаю, возвеличат наш город в ближайшем будущем. У нас много талантливых спортсменов, музыкантов, художников, просто талантливых людей, которые выполняют свою работу ежедневно на своем рабочем месте. Я бы хотел всем нам пожелать вечной молодости, любви, и чтобы наш теплый город делился со всеми рязанцами и гостями города своим душевным теплом. И чтобы все мы это чувствовали. С праздником вас всех! Официальная часть мероприятия периодически сменялась творческими номерами. Так что 28 июля, в жаркий день, все собравшиеся смогли насладиться событием в прохладном зале Драматического театра с удовольствием. Стоит сказать, что этот торжественный прием дал старт остальным мероприятиям, посвященным Дню города. Дню, когда была основана Рязань. Рязанскому арбитражному суду 25 лет. Сотрудников ведомства поздравили сегодня представители власти. По традиции профессионалов, показавших высокое качество работы, отметили наградами. Профессия судьи, наверное, одна из самых сложных и интересных. Так считает Нина Бугаева, которая проработала федеральным судьей около 25 лет. Именно эту профессию Нина Викторовна выбрала сознательно и ни разу об этом не пожалела. Люди приходят в суд за защитой своего нарушенного права и своих законных интересов. Поэтому очень сложная, конечно, работа. Очень сложная, сложнейшая. Я думаю, что сложнее, наверное, не бывает. Очень объемная. С ночи до ночи люди, судьи именно работают. Но сложнее, серьезнее, полезнее и лучше в сфере юридической деятельности, чем судейская работа, я не вижу, не знаю. Для Нины Бугаевой 25-летие арбитражного суда Рязанской области действительно большой, почти личный праздник. Впрочем, как и для всех присутствующих на торжественном мероприятии, которое прошло в библиотеке имени Горького в пятницу, 28 июля. Поздравить сотрудников арбитражного суда Рязанской области приехал и глава региона Николай Любимов. Понимаю прекрасно, что настолько тяжелый и нелегкий ваш труд. И вы его все эти годы, младенческие, почти 25 лет, выполняете, ответственно выполняете. Непростые задачи решаете по защите права и законных интересов и предприятий, учреждений, граждан, организаций, в сфере предпринимательных сетей и экономических деятельностей. Благодарю вас также за большую работоспособность, для которой вы сохраняете верность буквы закона. Глава региона пожелал сотрудникам арбитражного суда профессиональных успехов и наградил их почетными знаками, грамотами и ценными подарками. Награды работникам судебной системы вручили и другие высокие гости мероприятия. Ну а после председатель Рязанского арбитражного суда Лариса Митяева познакомила присутствующих с историей арбитражных судов и поздравила своих коллег с праздником. Нашний юбилей – это повод для разрешения, анализ прошлого и настоящего. Постановление новых задач и, конечно же, выражение благодарности всем работникам арбитражного суда Ларисанской области за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Напомним, что арбитражный суд осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Только за 2016 год арбитражным судом нашего региона было рассмотрено более 11,5 тысяч дел. Ну а за все 25 лет подобных дел было более сотни. Конечно же, наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам арбитражного суда дальнейшей продуктивной работы. На аллее путешественников в Рязанском городском парке открыли еще один бюст. Памятник открыли в честь русского мореплавателя адмирала Александра Авинова. Уроженец Рязанской области, он участвовал в экспедициях и искал проход в Атлантический океан. По задумке, на аллее путешественников должно появиться за 12 лет 12 бюстов знаменитым землякам. В День города проходят множество мероприятий, одним из которых стало торжественное открытие бюста известному русскому исследователю и командиру Севастопольского порта Александру Павловичу Авинову на аллее путешественников. Кроме представителей правительства, на мероприятии присутствовали и горожане. Открывали памятник заместитель главы администрации Ларисы Крахалева и автор бюста – скульптор Олег Седов. Ваши аплодисменты! Аллея находится в Верхнем городском саду и теперь ее украшают скульптуры трех известных рязанских путешественников. Среди них бюст русскому географу Петру Петровичу Тиньшанскому, вице-адмиралу Василию Головину и сегодня на аллее установили бюст первому полному адмиралу в истории России Александру Авинову. Очередной бюст на аллее путешественников, который сегодня установили, посвящен нашему великому земляку, путешественнику, совершившему два крутосветных плавания Александру Павловичу Авинову. Человек очень уникальный, участник Тарфальгарского сражения, был в сопровождении флагманского корабля адмирала Нельсона, был ранен в этом сражении, в то время, когда адмирал Нельсон был смертельно ранен. Два года провел в плену, но после был освобожден и был первым строителем крепости Севастополя, был первым военным комендантом Севастополя. Аллея путешественников будет расти год от года. Всего подобных памятников выдающимся исследователям будет установлено более десяти. Пока же их всего три, но благодаря им в Рязани появилась еще одна достопримечательность, интересная не только туристам, но и жителям города. В центре города появились баннеры с изображением нового городского логотипа. Изображения появились при входе в верхний городской парк. Официальная презентация логотипа и бренда города пройдет вечером в пятницу. О ней мы расскажем в выпуске новостей в понедельник. Утечка нового логотипа города в сеть вызвала бурную реакцию рязанцев. Не успев еще официально представиться, на логотип выпустили много пародий и карикатур. Изображение заметили на презентации концепции развития области в среду. Логотип должен стать частью бренда города, который разрабатывается уже более года. Побывать в Древней Сирии предложили рязанцам в областном художественном музее. Там открылась выставка дамасского живописца Низара Сабура. По словам художника, когда началась война, он захотел сохранить древние города хотя бы на полотнах. Работы объединены в два цикла – Малюля и Сены Пальмиры. И рассказывают о гражданской войне, которая сейчас продолжается на родине художника. Несмотря на происхождение, Россия стала для автора картин второй родины. И получив художественное образование в Дамасском университете, он продолжил учебу в знаменитой Строгановке, где изучал монументальную живопись, защитил диссертацию и получил степень кандидата искусствоведения. О событиях в Сирии художник не может рассказывать равнодушно. Я ищу всегда новые сюжеты и новые формы для них. Поэтому каждые три года, четыре года я занимаюсь именно определенным сюжетом. И потом начинаю делать картинки. Художнику удалось соединить традиции Востока и Запада. Выставка Низара Сабура в Сирии стала обменной. Ранее рязанский художник Владимир Янаки представлял на авиабазе в Хмей-Мине свои работы. С предложением провести выставку сирийского художника в России выступила его однокурсница по Строгановке, ныне жительница Касимова. Я всегда чувствовал, что мы близкие друг с другом в нескольких традициях. Это Восток, наверное. Кроме этого, с детства я познакомился с русским искусством. Покуда мой старший брат учился в Союзе, у него жена русская, привезли всегда мне книжки, альбомы, какие-то краски. С тех пор у меня была мечта, как можно попасть в Союз и потом в Россию. Экспозиция будет работать до конца лета. Ко дню города провели большой субботник, преобразовалась Новопавловская роща. День чистого города организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Продолжит Валерий Седов. Новопавловской рощи сейчас больше 50 лет. И в последние годы она находилась в сильном запустении. Мусор под ногами и старые деревья. Кто бы мог подумать, что такое место может обрести прежнюю красоту. Шесть лет назад Новопавловскую рощу под свое шефство взяла Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Вот та плодотворная работа, которую мы проводим с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, привела к тому, что сегодня здесь просматриваются аллеи. На берегу сидят, как я уже говорил, рыбаки, ловят рыбу. Участники субботника обрезали кусты, вырубили поросли деревьев, покосили траву и очистили пешеходные дорожки. За три часа работы наведена чистота на всей территории Новопавловской рощи. Собрано и вывезено больше 150 кубометров бытовых и древесных отходов. По словам генерального директора Рязанской нефтеперерабатывающей компании Владимира Абрамова, эта акция не разовая. Проходит она совместно с администрацией города и неравнодушными жителями ближайших домов. Всего на мероприятии присутствовало свыше 500 человек. В этом году мы ставим здесь совместно с администрацией города Рязани две площадки. Одна спортивная, другая детская. Это будет уже в конце осени. Я надеюсь всем горожанам, которые живут в этом районе, и будет очень приятно здесь находиться, отдыхать и проводить все свое свободное время. Субботник в Новопавловской роще стал очередной экологической инициативой Рязанской нефтеперерабатывающей компании. С начала 2017 года завод неоднократно принимал участие в работах по уборке улиц города. В ходе городского месячника по благоустройству силами работников нефтезавода благоустроена улица Весенняя, остановочные комплексы в районе Южного промузла. Молодые специалисты завода уже дважды принимали участие в очистке береговых зон и дна водоемов города, Борковского карьера и пруда в микрорайоне поселка Южный. Глобальная цель этой акции – это сделать наш город чище и чтобы всем жителям было в нем приятно жить. Вот и все. То есть мы сами для себя делаем наше будущее, и в том числе для наших детей, конечно. Уборка территорий – это только первый этап акции Рязанской нефтеперерабатывающей компании «День чистого города». В ходе второго, заключительного, в воскресенье, 30 июля, завод организует большой концерт на Площаде Победы. Это еще один подарок горожанам в «День города». А пока остается наблюдать за тем, как запущенное место превращается в ухоженную рощу. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы поздравляем вас с «Днем города» и желаем счастливых выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...